В череде праздничных событий не забудут о безопасности. На заседании антитеррористической комиссии главный вопрос повестки – подготовка праздничных площадок во всех районах города. Всего в этот раз их будет 16. Самое масштабное торжество развернется на площади Куйбышева. Праздник начнется в 10 вечера и продлится до 3 утра. Следить за порядком в новогоднюю ночь будут почти 250 полицейских. Кроме площади Куйбышева и 16 мест, где традиционно проходят мероприятия, у нас с вами такие мероприятия проводят торговые центры. Значит, это и амбар, и космопорт, да, вот, наверное, около Гудка будет какое-то мероприятие. Там тоже большие елки, там большие горки, тоже, так сказать, в гостях у Деда Мороза что-то они делают. Наверное, мы будем рекомендовать и нашему департаменту, и полиции посмотреть, и МЧС также посмотреть, проверить, значит, там подсказать, если что-то не так делается. Мы должны постараться сделать так, чтобы люди хорошо отдохнули, чувствовали себя в безопасности, хорошие качественные представления были, город был украшен. Особое внимание безопасности детей. Праздничные концерты и утренники посетят 150 тысяч человек. Уже проверены все актовые залы школ и детских садов. Провели тренировки по отработке практических действий, то есть тренировка эвакуации и работников, и детей на случай чрезвычайной ситуации. Назначили ответственных дополнительно за обеспечение комплексной безопасности. Естественно, усилили имеющиеся посты охраны. В новогодние праздники каждый год резко возрастает количество пожаров. В зоне риска подвалы и чердаки зданий. Главные источники пожароопасности – самодельные обогреватели и неисправные гирлянды. Сотрудники МЧС проводят проверки зданий, где запланированы концерты и утренники. С 20 декабря пожарные будут работать в усиленном режиме. Выставят посты безопасности с резервной пожарной техникой. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова